МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Открою". А так, беремся. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Осторожнее. Углы подвините. Давай. Вот мне бы такой диван. У меня новая девушка. Доктор наук, между прочим. Каких-яких наук? Ну, каких-то наук, не помню, там, аккуратно. Физики, химии. Я не запомнил. Ну, конечно, так. Как такое запомнишь? Да. Ничего так. Кстати, батальник, а где твоя девушка? Да. Ты что, ее от нас открываешь с Беком? А? Просто мы с ней не так давно познакомились. Нет, погоди. Стоп, 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 стоп. А у тебя кто? Колись. Мы что-то по географии. Нет, нет, по истории. Нет. Нет. По физкультуре. Знаете, долго рассказывать. Если хотите, я вас лучше познакомлю с ней. В субботу. В субботу. Идет? Нормально. 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 Ладно, мне пора собираться. А? На физкультуру опаздываешь. Кстати, Бек, мне тоже пора. Есть маленькое задание, отравили. Погоди, а сколько ты про агентов ФСБ у нас на такси ездишь? Давай потом тебе все расскажу. Пойдем потихонечку. Давай. Ребят, знаете, давайте... Пойдем потихонечку. Пошла. Ну, не ходи с таким лицом. Не люблю, когда ты не улыбаешься. Я устала. Ты знаешь, по большому счету мне плевать. Устала ты или не устала. Я хочу, чтобы при моем появлении ты всегда улыбалась. Ясно? Ясно. Не вижу улыбки. Вот так-то лучше, детка. Не густо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извини. Да, Кучер, привет. Ага, тебя не будет? Ага, понял, хорошо. Все как всегда. Не волнуйся. Договорились. Детка, у меня гости. Задержись на полчаса. Без тебя нам никак. Конечно. А улыбка? Ну что? Что, что? Танцевать буду я, он мне доверяет. Сумка под красную штору, пилон. Как только погаснет свет, поняла? Поняла. У тебя будет только 15 секунд. Хорошо. Чего ты нервничаешь? Шеф стремно подставляет. Все будет перфект. Ты видел Ботаника? Ага. Интересно, что он здесь делает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это обязательно? Не волнуйся, это моя девочка. Она приносит мне удачу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Детская присыпка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Школьный мел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И мука блинная. Второго сорта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. СМЕХ Ладно, перфект. Передай кучеру, я доволен. А теперь деньги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ботаник, не темни, что ты здесь делаешь? Чего-чего? Девушку свою жду. Здесь сейчас внутри будет небольшая заварушка. Здесь уже люди из ФСБ. Что, ну? Деньги у нас. Рустам еще там. Да, понял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание. Она 10 минут назад звонила мне. Уже давно должна была выйти. Ну так позвони ей сам. Да и телефон не могу найти. Сейчас, подожди. Я тебя наберу. А, вот. Завалило за подкладку. У меня дыра в кармане. Ребят, вы бы шли бы уже, а? Ну, ей-богу, не до вас. Подожди, подожди. А как же с девушкой познакомить, а? Идите. Ну, договорились же, в субботу. Ну, ладно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что за ерунда? Чего нервный такой? Я не знаю. Повлюбился, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание. Группа захвата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Грисом в машине! Грисом в машине, я говорю, стоять! В машине! В машине! В машине! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем сказать... Лежатки двигаться! Руки за голову! Не двигаться, я сказал! Я сказал, сюда! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отпусти это свои. Миша, я тебе что сказал? Сразу же уезжайте! Уже уезжаю. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Равиль! Да? Это не наркотики. Какой-то бытовой порошок. Скорее всего, детская присыпка. Ты уверен? Сто процентов. Точнее, скажу, в лаборатории. Так, начальник, выходит, мы свободны? СМЕХ 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 Блинная мука второго сорта. СМЕХ 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 Этот? Да. Ничего, ничего. Все будет хорошо. Черт. Все будет хорошо. Только обещай мне. Как только все закончится, сразу уезжаешь из города. Я поговорил со своим дядей. Поживешь пока у него. В Краснодаре. Угу. Хорошо. Все, давай. Поживешь. Я сделала все, как он хотел. Придашь кучеру. Теперь я свободна? Конечно. Ты свободна. Машину, быстро. Машину, быстро. Машина, быстро. Машину, быстро. Беги, беги. Увидимся утром на набережной. Да. Да, дома, минуточку. Тебя говорят срочно. Да, Алла. Что произошло? Миш, что случилось? Миш, ну что? Мирочка, извини, я завтракать не буду. Нужно срочно отъехать. На, Положи. Миш, ты куда? Генночка, Тюмоля, давай быстрее. Да понял, я понял. Он, кажется, уже едет. Боже, ну что ж. Только, знаешь, я не понял, откуда у тебя муж взялся. Ты мне ничего про него не говорила. А ты и не спрашивал. Давай быстрее. Что такое? Телефон мой где? На кухне. Ты пока спал, тебе несколько раз звонили. Держи. Все хорошо, дай пока. Все, пока, 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 пока. Привет, дорогой. Алло, Миш. Что за срочность? Если это так, я хочу это знать. Вы это понимаете или нет? Здорово, мужики. Ну что там? Здорово. Да не знаем, нас туда не пускают. Эй, эй, сюда нельзя. Хорошо, выполняйте. Олег. Да. Что вам? Степанов дело ведет? Что вам, Степанов? Не могли бы вы меня к нему пропустить? Очень надо. Ладно, пропустите его. Что случилось? Ботаника нашли? Почему посторонние тут? Это ограбление, выручка документов на месте? На месте, Михаил. А вот вы не на месте. Вы мешаете мне работать. Да поймите вы, это мой друг. А это моя работа. Я его вчера вечером видел. Дай ему бумагу, пусть запишет показания. Вы закончил? Пожалуйста. Послушай, товар ты пробовал. Деньги я за него получил. Все по-честному. Ну, милый, если у тебя в клубе бардак, я тут при чем? Ну, ты что хочешь, чтобы я сам ФСБшникам позвонил и спросил? Да пошел. Получилось, Гучер. Получилось. Видел бы ты его лицо. Видел бы. Финты до утра промурыжили, да? Отпустили. А пока он разбирался, чья это была подстава, мы потихонечку свалили. Ты гений, Гучер. Гений. Что случилось? Ольга ушла с товаром. Как? Теперь главное, чтобы эта стерва к Самойлову с нашей наркотой не пошла. Ну, что стоим? На квартиру к ней поезжайте, делайте что-нибудь. Да красавец. Алло. Доктор. Особый случай. Просто партизан какой-то. У меня такой дозы не мы и пить начинали, а этот? По-моему, он ничего не знает. Миш, ну что там? Пока непонятно. Ну, что с ботаником? Узнал что-нибудь? Да не знаю. Дело ведет Степанов. Ты же знаешь, какие у меня с ним отношения. Удалось узнать мало. Машина ботаника простреляна. Деньги и документы на месте. Главное, что это не ограбление. Погоди, телефон. Телефон дает гудки, но никто не отвечает. Так может, это из-за той девчонки, которую он возле клуба встречал? Может, он вообще дома? Может быть. Значит так. Поехали к нему домой. Если вдруг ботаника там нет, то хоть об этой девчонке что-нибудь узнаем. Ментам про телефон расскажем? Лучше сразу Петрову. С этим Степановым каши не сваришь. Подожди, подожди. А если ботаника дома нет, как мы к нему попадем? Бэк. Все, понял, хорошо. Поехали. Все, понял. Где сумка? Я не знаю. Девушка выпрыгнула вместе с сумкой. Какая девушка? Куда она пошла? Я простой таксист. Меня вызвали. Я приехал. Взял пассажира. Я даже имени ее не знаю. Где сумка? Сумка. Вызов есть, а трубку никто не берет Я не понял, что искать-то будем? Хороший вопрос Не знаю Скажи, а что у тебя оставалось после твоих девчонок? У меня приятное вспомнение И все? Ну почему все? Иногда я нижнее белье Нет, правда, я серьезно Ну один раз телефон остался Ясно Давай, посмотри в кухне, а я здесь в комнате Ладно Надо было валить Самойлову и все Без этого цирка Валить Тебе бы все Валить Сейчас не девяностые, чтобы валить Сейчас такие методы не приветствуют А что? Братва поймет Это же он на твою лужайку пришел пастись Не братва, а компаньоны И потом, если ты забыл, то у некоторых из них была доля в его бизнесе Зачем мне такие проблемы Сделку с Самойловым накрыли фейсбэшники Сам виноват Все, тема закрыта Ты думаешь, его клуб закроет? У тебя какие-то сомнения? Где она могла искать? Искать? Что ей делать с пятью килограммами? Сама придет Сама придет? Ну сейчас узнаю Аппарат абонента выключен Или находится вне зоны действия сети Хватит уже щелкать! На кухне полный порядок Даже мусор вынесен Идеальная чистота Вторник день, среда выходной Четверг день, пятница, ночь, ясно Пятница Так, смотри Ну и что? Смотри внимательно Пятница, ночь, седьмое Как раз неделю назад И странно Какой-то один телефон Какой-то Ольги П Мало ли знаешь на свете Ольга П Знаешь, у ботаника все четко Ни одной пометки И только единственный телефон Это странно Да, действительно странно Больше ни одной записи Ну, подожди Это что такое? Татьяна Коноваленко Салон красоты Фреш-бьюти Татьяна В 21.00 По этому адресу Ну и что? Кто из них? Девушка-ботаника? Хороший вопрос Значит так, Бек Туй-ка в этот салон И найди эту Татьяну Держи А я поеду к Петрову И все узнаю про эту Ольгу П У нас другого выхода нет Татьяна 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 Салон Казахстан Вы куда-то собрались? Надолго. Послушайте, я ничего не знаю. Знаешь, мне сейчас подробно все расскажешь. Или ты думаешь, что телефонный звонок остался анонимным? Как будем стричься? Простите, а вы же Татьяна зовут? Да. Очень приятно. Тань, сделайте из меня брат Питера. Очень хочется женщине нравиться. Миша, я не могу в это вмешиваться. Это дело ведет прокуратура, следователь Степанов. Сережа, пропал мой друг. Я не буду просто так сидеть, сложа руки. А Степанов? Чего Степанов? У меня с ним сложные отношения. Он мне не поможет. Ну хорошо. Давай подумаем, что у нас есть. Во-первых, у нас есть телефон ботаника. Он включен. Надо найти, где он сейчас. А во-вторых, у нас есть это Оля П. Так, адрес девушки мы постараемся в ближайшее время узнать. А по телефону... Сейчас я дам задание. Подожди. Попробуем пробить. Алло. Алексеенко. Привет. Слушай, помощь твоя нужна. Так почему в клубе не было тавора? Я не знаю. Сумку, наверное, кто-то подменил. Какой смысл было нас вызывать? Кучер дал мне задание слить Самойлова. Для всех авторитетов клуб накрыло ФСБ. Значит, ты подставил своего шефа, так? Я хочу уехать. Я хочу соскочить из этого бизнеса. Хочешь, чтобы я тебе в этом помог? На ментов я работать не буду. Твой выбор. Ну, учти, если с тобой что-то случится, о тебе никто даже не вспомнит. Послушайте, вы гарантируете мне жизнь и отмазку в суде? Увидимся. Надеюсь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Та, сейчас приеду. Здорово. Короче, это не та девушка, которую ботаник подвозил вечером из клуба. Эта парикмахер Шатани знает только одну Ольгу, которая вроде работает с репетизершей в клубе. И, скорее всего, эта Ольга дала ботанику визитку, чтобы он забрал ее из салона. Про ботаника тоже ничего не знает. У нее отношения такие, знаешь, типа мастер-клиент, пришла, подстриглась, ушла. Вот. Знает только, что Ольга фамилия у нее там... Полякова. Да, откуда ты знаешь? Петров помог. Да и адрес. Я ее тоже знаю. А что я достаю распинаюсь перед тобой? Бэк. Так, что она еще говорила? Ну, говорила вроде, что за Ольгой всегда приезжал одно и то же такси. Водителя она не запомнила? Ты что, издеваешься? Ты мне еще про номера спроси. Помню только, что вроде в этом такси на торпеде кораблик стоял. Какой кораблик? Откуда я знаю, какой кораблик? Ну, кораблик, сувенир какой-нибудь. Ну что, поехали Ольгу можешь навести? Что? Нормальная прическа. Ну, отзываться. Да, так, Гучер, это я. Нет здесь сумки. Ее тоже нет. Да, ты только не нервничай, хорошо? Гучер, все будет нормально. Ладно, хорошо. Да, 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 давай. Да, Гучер сегодня не в духе. Да, надо валиться отсюда, Эдик. Сестренка, ты где? Привет. Привет. Давай уедем. Куда? Он же нас везде найдет. Что ты на меня так смотришь? Как? Как будто мне пять лет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы кто? Мы? Мы? Мы, Кольги, в гости. А, ее нет дома. Да? А как же ее найти? Сами ее ищем. Ага. Мы? Простите, мы это кто? Мы? А мы из Облэнерго. Щечки проверяем. Руки за голову. Быстро. Скоро. Да. КОНЕЦ КОНЕЦ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Бэк. А мне тут гад прищеску использовал. КОНЕЦ Фиг с ним. Мне надо забрать кое-что из квартиры. Все, что надо, я тебе купил. Не вздумай там появляться. Скорее всего, тебя там ждут не очень хорошие люди. У меня две новости. Хорошая. Я узнал, что кучер зачем-то ищет Ольгу. А раз кучер до сих пор ее ищет, значит, сумка у нее. А плохая? Клуб закрывают. Вся эта шумиха с ФСБ не понравилась моим компаньонам. Я понял. Что ты понял? Надо найти Ольгу и убедить ее вернуть товар. Я не знаю. Артем, обещай все, что угодно. Но сумка должна быть у меня до того, как ее найдет кучер. Теперь понял? Артем, мне сейчас бабки очень нужны, иначе я потеряю клуб. Погоди. Пей. Слушай, а может это ты? Куда ты выходил? А? Блинная мука второго сорта. Иди, Артем, ищи. Найди мне ее. Найди мне ее! Оля! Опа! Я не буду есть. Опа! Значит так. Есть идея. У Ботаника осталось два друга. Они бывшие спецназовцы, серьезные ребята. Очень разозлились и ищут тех, кто расстрелял машину Ботаника. Ну и что ты предлагаешь? Я тебе предлагаю подойти к одному из них и сказать, что Ботаника убил авторитет кучер. А нам потом придется только ждать. Чего ждать? Пока он их тоже убьет? Оля, как ты не понимаешь? Эти ребята просто так этого дела не оставят. Ты должна им помочь. Подойди и скажи им все как было. Ну выложи правду. Пусть они думают, что ты просто жертва обстоятельств. А настоящий их враг кучер. Да они его порвут просто. Понимаешь? Миша, твой друг совершил убийство. Это серьезно? Сережа, это была необходимая самооборона. Это еще как надо доказать. Я конечно с него возьму подписку о невыезде. Но того парня, который сбежал, нужно найти. Без его показаний будет сложно. Найдем. Они же искали эту Ольгу Полякову. Это напрямую связано с исчезновением Ботаника. Но теперь ты мне веришь? Миша, я верю. Да. Так. Диктуй. На Ольшанке. Дом. Ага, 53. Значит я туда выдвигаюсь со своими? А ты мне еще пришли ребята из ППС. Понял? Все, давай. Ну что? Обнаружили местоположение телефона вашего ботаника. Что ты на меня смотришь? Погнали, Миша! Погнали! Кучер! Кучер Эдика замочили! Кучер Эдика замочили! Тихо, тихо, тихо. Успокойся. А теперь рассказывай. К Ольге на квартиру пришли какие-то мужики. Начался замес. Я сам ноги оттуда еле унес. Кучер еле ноги унес! Менты? Не похоже. А что им надо было? Ольгу спрашивали. Когда уходил у подъезда, ты машины заметил. Такси. Номера записал. Вот. Антон, узнай, что за таксисты такие, на кого работают. Угу. Так. Перекройте выход и вход. Остальные за мной. Остальные за мной. Остальные за мной. Тихо. Гудки есть? Тихо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Кучер. Это не ботаника телефона. Ну, я был занят. Что? Давно пора было это сделать? Хорошо, я понял. Понял, да. Давай. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Так. Так. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, отмучился? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тихо. Напал. Лёг, напал. Лёг, напал. Без вопросов. Стоять! Ты как, ботаник? Ботаник! Ты меня слышишь? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я тебя вижу. Тихо. Тихо, дядя. Пушку опустил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА С собой хорошо подержи. Бек, давай, вызывай скорую. Да сейчас, связь плохая. Бек, завещаю тебе свой новый диван. А что, вещь полезная, в хозяйстве пригодится. Так, слушай, ботаник, поднеси всякую ересь. Ты ещё на этом диване обладишь своих маленьких физиков, химиков и не знаю кого там, физкультурников. И сутники. Маликов. Их историков. Лёва. Лёва. Лёва! Эй! Ботаник, ботаник! Так, я сейчас, подожди. Быстро! Ботаник! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что с ним? Сломано колено. Сильные ушибы головы. Множественные порезы. Я не могу понять. Лёвкое вроде не задето, но он задыхается. Ему вкололи что-то. Что? Я думаю, что наркотик. Остановка сердца. Дефибриллятор. Есть. Разряд. Есть разряд. Пульс. Нет пульса. Разряд. Есть разряд. Пульс. Нет пульса. Прямой массаж. Т sem nghĩ. Да. Т Эй! Ч Colайн. Эй! Жизневич dataset! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Гражданин Разумовский, я официально веду расследование убийства Льва Андреевича Ремина. И хочу спросить вас... Это я вас хочу спросить, гражданин следователь. Когда вы найдете заказчика убийства? Скорее всего, дело будет закрыто. Вот как? А это почему же? Основной подозреваемый убит. Пистолета, из которого стреляли в машину вашего друга, не нашли. Если бы вы занимались своими прямыми обязанностями, гражданин... А я и занимаюсь своими прямыми обязанностями. А вот если бы вы не занимались самодеятельностью, ваш друг, может быть, был бы жив. Самодеятельностью? Тогда нам не о чем разговаривать. Разумовский, я вас не отпускал. Дежурный! Не, ничего. Алло, Сереж, привет. Привет, Миша. Короче, Степанов собирается закрыть дело. У него ничего нет. Понятно. Миша у нас тоже не густо. Ну подожди, а эта девушка, с которой ботаник встречался, как ее, Оля? Да не можем ее нигде найти. И что будем делать? Ну пока не знаю. Ясно. Пока. Пока. Миша, ну это уже перебор. Тебе завтра на работу. Кому нужна эта работа? Ну это точно. Никогда я никому не помогала. Ну что ты можешь сейчас делать, а? В том-то и дело, что ничего. Тогда в руки возьми себя. Много ты понимаешь. Не надо. Много ты понимаешь. Много ты понимаешь. Я так понимаю, ты сегодня не за рулем Уже нет Понятно Че тебе понятно? Не надо так, Миш Если ты думаешь, что тебе только одному ботаника жалко Бек Понимаешь, неправильно все это Ботаник меньше всего заслуживал, чтобы Просто нелепо как-то Не укладывается в голове Кому он помешал в этой жизни Кому нужна была его смерть Поехали, Миш Субтитры сделал DimaTorzok Да Доктор был редкий профессионал Больше таких не осталось Пусть земля ему будет пухом Мои соболезнования Шеф, есть информация по Ольге? Так Я по своим связям пробил мобильник и городской Ольге И обнаружил очень интересный номерок Некий Куциев Андрей Васильевич И что? А то, что этот Куциев Работает в том же таксопарке, что и те двое, которые Эдика завалили Работает именно в том же таксопарке, что он говорит Ольга Божий Развитая Работает Утром 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 Назва Собода Утром 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 Собода ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Миша! Я тебя прошу, не пей. Вечером соберемся и помянем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здрасте. Вы Михаил? Да, а что? Я Ольга. Мне очень нужно с вами поговорить. Это касается Льва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проходите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, они здесь не при делах. Но... Что но? Во-первых, они дружили с тем таксистом, которого доктор завалил. Во-вторых, они оба бывшие десантники. И замечены в нескольких крупных ментовских операциях. Помнишь Карташова? Так вот, его взяли с их помощью. Свяжись с Рустамчиком. Пусть разыщет этого брата. Нет, нет, нет. Пусть просто последит за ним. Что-то... В этой партии слишком много пешек появилось. Иди, иди. Пусть... Спасибо. Я встречалась с Кучером. Ну, как встречалась? Я была его любовницей. В общем, он мне даже нравился. Такой заботливый был. А потом я поняла, что так больше не могу. Он же бандит настоящий. Такие дела творил, я такого насмотрелась. Убийство, наркотики. А можно еще воды? Да, конечно. Кучер не хотел меня отпускать. Я пыталась бежать несколько раз, но... Они меня находили, возвращали обратно. А почему вы сразу не обратились в милицию? Так Кучер меня прибил бы, не задумываясь. Я к его компаньону пошла работать с трепетизершей. К Самойлову. На этом денег много не заработаешь, конечно, на танцах. Мне приходилось... В общем, Кучер предложил мне сделку. Привет, Артем. Ты сделал правильный выбор. Что скажешь? Это стриптизерша Ольга Полякова. Она кинула Кучера. Он теперь ее повсюду ищет. Самойлов, кстати, тоже. Я должен ее найти. Должен найти, найдешь. Я вынесла сумку с наркотой и... Мы вместе с Львом поехали ее отдавать. Он спас меня, а сам попал к ним. Мы познакомились всего неделю назад. Я опаздывала на работу, вызвала такси, а приехал он. Ждал меня под клубом с цветами. Он был не такой, как все. Ну, все-все. Успокойтесь. У меня есть человек, который работает в органах. Он очень надежный. Нет. Простите, но мне пора. Ольга, подождите. Вот, возьмите. Вы можете позвонить мне, если вам понадобится помощь. Спасибо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Значит так, звони Самойлову. Прямо сейчас. Говори, что нашел Ольгу и сумку у тебя. Еще? Да. Назначаешь ему встречу здесь, в этом кафе, через час. Да и самое главное, мне надо, чтобы он пришел сюда один, без охраны. Нет. Он без охраны не ходит. Скажешь ему, что ты рисковал, чтобы получить сумку. И тебе необходимо вознаграждение. Если он придет сюда со своей охраной, ты будешь считать, что он собирается тебя кинуть. А если он откажется? Значит, скажешь, что отдашь сумку кучеру. Звони. Кто там? Обслуживание. Ну что, как все прошло? Поверил? Конечно. Я же хорошая актриса. Пару раз слезу пустила, он и поплыл. А главное, он был готов услышать, что кучер пытался нас убить. И мне не пришлось его особо убеждать. А вот это хорошо. Это очень хорошо. Тем более, что Мишаня и Бек ему так просто этого не простят. Я их хорошо знаю. Я молодец? Да ты умница. Скоро наш кучер узнает силу мужской дружбы. О, здравствуй, дорогой. Покушать пришел? Правильно. Мои рестораны лучшие в городе. Люблю я это дело. Иногда находит сам стою у плиты. Свои логовольствия. Луканов, ты же знаешь, что у меня произошло. Нет. Серьезные разговоры на пустой желудок не ведут. Ты меня знаешь. Я в этом бизнесе не первый год. у меня всегда все тип-топ. Не подкопаешься. Но это облава неспроста. Лука, кто-то меня подставил. Кто-то нас подставил. Ну, я только 20% вошел. Ты же все равно мне их вернешь. Так о чем мы говорим? Ты за свои 20% не беспокойся. Мой человек знает, где товар. Но я хочу знать, кто меня подставил. На кого думаешь? Это кучер. Больше никому. Он давно хочет мой бизнес. Наш бизнес к рукам прибрать. Лука, мне нужна твоя помощь. Хорошо, я подумаю. Кио, сянси. Хорошо, я подумаю. Я подумаю. Но сейчас я тебя не отпущу. Пока ты не попробуешь мое фирменное блюдо. Проходи в зал, дорогой. Проходи. Иди. Гучеров Андрей Григорьевич был владельцем казино и сети игровых автоматов. Ни в чем противозаконном уличен не был. По крайней мере, данных у нас нет. Ну, а после закона 2008 года его бизнес накрылся. Либо ушел в подполье. Может быть. Но, по крайней мере, у нас доказательств того, что он замешан в криминале нет, Миша. Нам его арестовать не за что. Понятно. Ты мне лучше вот что скажи. Что тебе рассказала Ольга Полякова? Слушай, ты любишь креветки тушеные на сковороде с желтым, зеленым и красным перцем припущенные белым вину? Нет. А Самойлов любит. Вот сидит у меня в ресторане. Кушает. Самойлов надеюсь, у него хороший аппетит. Аппетит у него отменный. Кушает, как в последний раз. Да. Так вот, я знаю, что ты его кинул. Причем красиво кинул. Все бы ничего. Он нам самим не нравился. Только вот в его клубе моя доля. Понимаешь, чем я? Да. Ну так вот, вернешь мои деньги и делай с ним что хочешь. Считай, что мы даем добро. Он ее? Ходжай. Ну что, Антон, для тебя есть тонкая работа. Я ей все про тебя рассказал. Видимо, она испугалась и ушла. Она правда смертельно напугана. Слишком много совпадений. Так не бывает. Зачем она к тебе пришла? Поплакать. Она прекрасно знает, что ботаник ваш друг. Она прекрасно знает, что вы за него порвете любого. получается, ей так выгодно. Ты думаешь, она просто всех подставила? Возможно. найти на ... ... ... ... ... ... ... Да. Здравствуй, Сережа. Сережа, у меня тоже будет важная информация. Давай встретимся позже. Я позвоню. Только у меня к вам обоим огромная просьба. Не предпринимайте никаких действий. Ясно? Никаких. По крайней мере, до нашей встречи. Все. Ну что, ты готов? Здорово. Здорово. На работу? А я смотрю, ты уже отстрелялся. Да, да. Слышал про ботаника. Так что? Как там, Миша? Нормально. Идет на поправку. Слава Богу. Когда он на работу выйдет? Скоро. Да. Слушай, идем покорим? Идем. Ну что, Катенька, жить буду? Будешь, будешь. Спасибо. Следующий. Руку. Привет. Привет. Один американ. Чего ты такой бледный? Да так. Не сплю уже вторые сутки. Товар принес? Да, в сумке. Как ты на нее вышел? Она сама мне позвонила. Сказала, что кучер хотел ее убить, и теперь она боится за свою жизнь. Значит, Ольга. Да. Значит, это она товар на присыпку подменила. Кучер все подготовил. Как дрянь. Давай сумку. Давай сумку. Давай. Там все? Конечно. Я ничего не трогал. Держи. Это тебе за честность. Бери-бери, не светись. Добрый день. Не помешаю. Тихо, 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 тихо. Отличный кофе. Давай прокатимся к кучеру. Кучер тебя своим кофе угостит. Плавно вытягиваешь волыну, кладешь в сумку и выходим. Ну, как там следствие? Продвигается? Продвигается. А ты еще интересуешься? Да так, ничего. Коллегу все-таки. Мало ли что. Предлагаю кофе попить у меня. Итак, я надеюсь, вы понимаете, ребята, что посетители кафе – это мои люди. Поэтому вы сейчас спокойно кладете свои стволы на стол. Очень медленно. Я повторяю, медленно. Не двигаться! Скорую! Быстро! Стоять! Лицо! Стоять! Я ему мозги выхожу на! Не двигайся, я сказал! Все отошли! Все отошли! Скорую! Быстро! Скорую! Пошел! Пошел! Гони! ВЫСТРЕЛ Живой! Куц! Ты когда свои игрушки с торпеды снимешь? Ну сколько раз тебе говорить? Завтра машина на мойку уходит! Ну вот завтра и сделаю! Сегодня не могу! Я же отпросился! Иваныч! Давай завтра! Бэк, пока! Завтра, завтра, Иваныч! Вечно вы меня завтраками кормите! Понавешивают всякой фигни! Какой-то кораблик на торпеду приклеил! Он бы еще подводную лодку прицепил! Погоди, какой кораблик? Да повесил на торпеду кораблик! Он же бывший моряк! Пойдем с ими! Пойдем с ими! Взрыв! Пойдем с ими! Взрыв! Егоров слушает. Да. Что? Ну говори. Правильно? Как это произошло? Привет. Здорово. Что случилось? Да я нашел кораблик, игрушку такую. Ну, помнишь, о которой парикмахерша говорила? Ну. Вот точно такая же игрушка, есть в машине Куцаева. Уловиваешь весь? Ну, наконец-то, вернулся. Здоров. Вернулся. Семен Иванович, вспомни, это очень важно. Куц работал позавчера в ночь? Ну, я не знаю. Это верх непрофессионализма. Если бы я не знал вас много лет, то подумал, что операцию доверил каким-то барышням из балетной школы. Груша, что ты мне доложил, а? Что? Это произошло слишком быстро. Да с такой реакцией я тебя в Среднюю Азию отправлю. За черепахами наблюдать, ты понял? Маслова, ты? Что ты доложил мне? Произвести прицельный выстрел не было возможностей. А на что у тебя были возможности? Если бы не заложил... Если бы нет такого слова! А есть ли у нас в картотеке его адрес, где он живет? Ну, да. В договоре есть его паспортные данные, прописка. Вот. Только он, наверное, сейчас не дома. Он сказал, уезжай. Сестру поедет провожать. А случайно не сказал, куда провожать? В аэропорт или на ЖД вокзал? Ну, откуда я знаю, Миша? Дай прикурить. Миша, Миша, Миша! Миша, Миша! Миша, 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 Миша! Миша, Миша! Интересно, откуда у Куциева? Спички от иллюсинатор. Не знаю, может кого-то подвозил? Толька, даю вам ровно сутки, чтобы раскрыть это дело. Без результата в управлении не появляться. Так точно. Завтра вечером доложить. Идите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый день, девушка. Добрый день. Здравствуйте. Не подскажете, у вас не снялся случайно Куциев Андрей Васильевич? Это наш друг. У нас не назначена встреча, а он какой номер не сказал. Сейчас, минуточку, посмотрю. Твою же мать. Менты фуфло подсунули. Это подстава. Я сам еле ушел. Самойл и был там? Вот именно, что был. Было, а теперь уже нет. Я выяснил, где Ольга. Ай, молодец, Рустамчик. Нет, к сожалению, Куциев в нашей гостинице не проживает. Странно. А может быть, тогда номер зарегистрировал на Ольгу Полякову? Это у сестра. Да, проверьте, пожалуйста. Нет, ты ничего не предпринимай. Я сейчас сам приеду. А ты жди. Достали. Пора кончать с этим церком. Поехали. Да, зарегистрировано. 311 номер. Третий этаж. Спасибо большое. Спасибо. Кофетку можно? Да, пожалуйста. Спасибо, Елена. До здоровья. Мне пришлось сказать. Что сказать? Он сказал, что ее не тронут. Мне пришлось сказать. Помогите ей. Как ее найти? Она поехала за сумкой. Куда? Куда поехала? На судостроительный завод имени Ленина. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, Петро слушает. Так. Какая гостиница? Ага. Понятно. Стоп, 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 стоп. И что, и Кучер туда поехал? Ага. Слушай меня сюда. Значит, сами туда не суетесь. Ждите нас. Все. Так, Арлы, за мной. Быстро. СТОНЫЙ ЗВОНОК Стой! Так, если появится Кучер, тебе не время. Сейчас приедет Петров, понял? Ага. Стой! Стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, поговорим? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, тихо, тихо. Ты мне не нужен. Дай наш и свободен, пока я не передумал. А что, если я передумаю? Вы знаете, ребята, у меня пальцы слабые. Могу отпустить. Глуши мотор! Ты урод! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай руку. Спустимся вниз и спокойно поговорим. Глуши, Валюк, выйди из машины! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Твой город погиб. Тебе уже некуда бежать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тихо, 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 все. Добрый вечер. Выходим? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здрасте. Привет. Две по стобеленькой, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кофе. Хорошо. Миш, завязывай пить. Ботаника-то этим не вернёшь. Правили тоже. Бэк, скажи, мы ведь с тобой не на воне, правда? Правда. Тогда какого... Почему? Вокруг меня всё время какие-то разборки. Всё время льётся кровь. Почему я как магнит притягиваю к себе всё плохое? Не знаю, Миш. Но только ты в этом и не виноват. Это сто процентов. Бэк, я очень сильно устал. Это правда, невыносимо. Может, куда-то уехать. Куда-то далеко, в Сибирь, в глухую деревню. Устроиться там лесником. Кстати, вариант. Вариант. Да. Вариант. Только Ира тебе потом устроит вариант. Пожалуйста. Спасибо. И вам. Да и с Ирой. В последнее время. Я не буду. Я за рулём. А я не предлагаю. Ну и сегодня праздник. День хирурга. День хирурга. Из этого, представляешь, двое большего работы навалили. Потом прихожу домой, а там вар нафиг сожрала. Я подумала, чего я бы... Не надо. Что не надо? Мне надо делать вид, что тебе весело. А что мне делать? Как мне помочь тебе? Не знаю. Я не знаю. Но ты же сильный. Ты же столько в жизни видел. Надо просто как-то... Не знаю. Собраться и дальше жить. У тебя есть дочь. У тебя есть я. Я... Я люблю тебя, Миш. Я знаю, как ты можешь мне помочь. Сделай так, чтобы я остался один. Я буду... Я знаю. Я знаю, как ты... Я знаю, как ты... Я знаю. Я знаю. Субтитры создавал DimaTorzok